Всем привет! Этот урок посвящен легендарному штурмовику Ил-2, а именно модели 1941 года. 14 декабря 1940 года был издан приказ Наркома Авиапромышленности о запуске в серийное производство одноместного штурмовика Ил-2. И уже 29 декабря переданный прототип BH-2 номер 2 совершил свой первый полет с новым названием Ил-2. После чего был передан НИИ ВВС для прохождения государственных испытаний, которые завершились 20 марта 1941 года. Государственные испытания в целом прошли успешно. Было отмечено, что управляемость и маневренность штурмовика улучшилась, но также были выявлены недостатки, которые предстояло устранить в ходе серийного производства. Первый же опыт боевого использования Ил-2 показал, что самолет имел целый ряд серьезных недоработок и конструктивных недостатков. Из-за быстрого продвижения немецких войск вглубь территории СССР пришлось спешно эвакуировать заводы и конструкторское бюро, вследствие чего устранение недостатков, дальнейшее усовершенствование конструкции Ил-2 затянулось. Восстановить полноценное производство штурмовиков удалось только в начале 1942 года. Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом в истории. Было выпущено более 36 тысяч штурмовиков. Фюзеляж самолета делился на две части – переднюю броневую и заднюю смешанной либо цельнометаллической конструкции. Работающий бронекорпус закрывал всю переднюю часть фюзеляжа со всех сторон, заканчиваясь за кабиной пилота. Броня фюзеляжа защищала все главные элементы самолета – топливные баки, двигатель, радиаторы охлаждающей жидкости, а также пилота. Сам пилот размещался в хорошо забронированной кабине. Недостатком такого бронирования кабины был очень плохой обзор, что было результатом использования для ее бронирования стали, а не бронестекла. На самолете установлен V-образный 12-цилиндровый двигатель АМ38 жидкостного охлаждения с мощностью 1600 л.с. Двигатель имеет форсажный режим, для использования которого необходимо установить рычаг высотного корректора форсажа в положение «Форсаж», то есть максимально обогатить смесь. На таком режиме двигатель будет выдавать 2150 оборотов в минуту при 1280 мм вт. ст. В этом режиме двигатель может работать как минимум 10 минут. Чтобы режим двигателя не ограничивать временем работы, нужно перейти на номинальный режим. В техночатии он называется «Продолжительный». На таком режиме двигатель будет выдавать 2100 оборотов при 1900 мм вт. ст. На таком режиме мы можем летать неограниченное время. В общем, если сказать проще, то на взлете даем максимальные обороты и тягу, при этом смесь будет стоять по умолчанию 50%. После взлета выставляем шагом винта обороты 2100, это где-то 94%, и летим до цели. И если вдруг бой, то ставим шаг винта и смесь на 100%, получаем максимальную тягу на 10 минут. Двигатель оборудован одноступенчатым нагнетателем, который не требует ручного управления. Высотный корректор при установке рычага в среднее положение автоматически поддерживает оптимальную топливно-воздушную смесь с увеличением высоты полета. Использование положения рычага меньших, чем среднее, позволяет объединять смесь для снижения расхода топлива на маршруте. Регулятор постоянных оборотов винта поддерживает заданные рычагом винта обороты мотора за счет автоматического изменения шага винта. Масляный радиатор располагался в бронированном тоннеле под фюзеляжем и прикреплялся к нему при помощи двух лент. Впереди и сзади радиатора ставились бронезаслонки, которые регулировали обдув. Толщина бронедеталей тоннеля 6,5 мм. Вода и масло-радиатор имеют ручное управление створками, так как створки на входе и выходе тоннеля масло-радиатора бронированы, их рекомендуется закрывать при атаке цели для уменьшения вероятности боевых повреждений масло-радиатора. После выхода из атаки необходимо снова открыть створки в требуемое положение. В горизонтальном продолжительном полете на максимальной скорости полностью открытый водорадиатор уменьшает скорость на 4,5 км в час, поэтому прикрывать заслонку резонно только зимой. Самолет имеет триммер руля высоты для снятия нагрузки на ручку управления. Привод посадочных щитков пневматический. По команде на выпуск щитки выпускаются полностью. Из-за небольшого давления в пневмовой сети выпущенные щитки могут поджиматься скоростным напором воздуха на скоростях полета более 220 км в час. Поэтому при заходе на посадку следует помнить, что при выпуске щитков на большой скорости они могут не выпуститься на полный угол. В этом случае полный довыпуск щитков может неожиданно произойти на дальнейшем гашении скорости, например уже на выравнивании, что приведет к взмыванию самолета. Свободно ориентированное хвостовое колесо может быть застоплено в положении по полету при помощи рычага в кабине летчика. Колесо необходимо застопорить при продолжительном рулении по прямой, а также перед взлетом и посадкой. Тормоза колес шасси пневматические, дифференциальные. Отклонение педали при зажатом тормозе приводит к растормаживанию колеса противоположного нажатой педали. На самолете установлены три топливных бака, расположенные в фюзеляже. Суммарная емкость бензобака в 641 литр или 470 кг. Баки изготавливались из плава МЦ и имели протектор. Передний бензобак располагался в верхней передней части фюзеляжа, нижний располагался под полом кабины пилота, а задний за кабиной пилота. Самолет оснащался топливомером, который показывал остаток топлива в переднем или нижнем баке, в зависимости от положения переключателя. В игре переключатель индикации остатка топлива переключается каждые 10 секунд при прямолинейном горизонтальном полете. Остаток топлива в заднем баке не контролируется. Фонарь кабины имеет массу около 50 кг и не имеет фиксатора открытого положения. Поэтому при пикировании с открытым фонарем фонарь может самопроизвольно закрыться. На высоких скоростях полета фонарь невозможно сдвинуть из-за скоростного напора воздуха. Самолет не оборудован системой аварийного сброса фонаря, поэтому для покидания летчиком самолета в полете необходимо предварительно сбросить скорость. Прицел установлен на подвижной штанге и может быть выведен в сторону летчика для обеспечения большего угла зрения через прицел. Вооружение самолета состоит из двух крылевых 20-мм пушки ШВАК с скорострельностью 800 выстрелов в минуту, которые имеют по 210 снарядов на каждый ствол. Также есть два крылевых пулемета ШКАС калибра 7,62 мм со скорострельностью 1800 выстрелов в минуту по 750 патронов на пулемет. А также в качестве модификации есть две крылевые 23-мм пушки ВИА-23, которые имеют скорострельность 600 выстрелов в минуту и по 150 снарядов на ствол. Бомбовое вооружение состоит из шести 50-килограммовых осколочных фугасных авиабомб ФАБ-50СВ, шесть 100-килограммовых ФАБ-100М и две 254-килограммовые фугасные авиабомбы ФАБ-250СВ. Ракетное вооружение состоит из 8 7-килограммовых неуправляемых авиационных ракет РОВС-82, 8 15-килограммовых неуправляемых авиационных ракет РБС-82 и 8 42-килограммовых неуправляемых авиационных ракет РОВС-132. Как вы видите, можно выбрать разные варианты загрузок, а также выбрать модификацию пушки ВИА, которая очень эффективно работает по танкам. Любая бомба при точном попадании в танк может его уничтожить, а вот дела с реактивными снарядами не так уж и хороши. Если стрелять РОВС-82 по тяжелым танкам, то ожидать больших результатов не стоит. Подбить тяжелый танк можно, но сложно. Обычно танк можно уничтожить попав в башню. Можно уничтожить легкие танки точными попаданиями. А вот РОВС-82 может уничтожить тяжелый танк, но получается это не всегда так же. Я пробовал стрелять в разные места танка и сделал вывод, что уничтожить танк можно чаще попаданием в башню. Возможно, снаряд пробивая броню попадает в боеукладку и танк взрывается. Но если попадать ниже башни и даже в двигатель, то ничего не происходит. Как вы можете наблюдать в этом видео, где все 8 снарядов РОВС-82 достигли цели. Но ни один танк не уничтожил я. Возможно, это баг и в будущем их поправят. А сейчас вот такое действие этих снарядов. Вот со снарядами РОВС-132 все просто отлично. И при каждом попадании в танк происходит взрыв, независимо от места, куда попал снаряд. Поэтому снаряды РОВС-132 являются лучшими для уничтожения танков и кораблей. Стрельба реактивными снарядами усложняется тем, что они летят непонятно куда. Не по прицелу, поэтому лучше стрелять по одному снаряду, так как его начальная траектория дает возможность стрелять прицельно на расстоянии до 300 метров. На самолете установлен электросбрасыватель, который позволяет производить сброс бомб или пуск ракет по одной, по две или по четыре в серии. Настройка делается при нажатии клавиши левый Windows R, но по умолчанию стоит сброс или пуск по одной. Сброс бомб или пуск ракет начинается с левого крыла, обязательно это запомните. Светящиеся белые лампочки в нижней правой части панели приборов показывают остаток бомб. Сколько выпущено ракет вы можете увидеть на электросбрасывателе. При каждом залпе курсор сбрасывателя показывает следующую готовую пуску ракету. Если вы сделали, например, три залпа, а потом сделали сброс бомбы, то курсор сбросит данные по ракетам и вы не сможете видеть, какой снаряд готов к залпу. Если вы забыли, сколько сделали залпов и не знаете, с какого крыла будет следующий залп, то это не беда. Нужно переключателем опять выставить сброс или залп по одной, и курсор встанет на готовую к залпу ракету. Итак, давайте разберем прицельную стрельбу реактивными снарядами. Будем стрелять ровсами, чтобы наверняка подбить танк. Полет снаряда первые 200-300 метров хорошо контролируется, поэтому можно определить точки попадания на разных скоростях. Давайте просто выстрелим и посмотрим, куда летит снаряд. Так как снаряды выпускаются с крыльев и первый выстрел идет с левого крыла, то мы видим, что снаряд уходит намного левее прицела и проваливается ниже горизонтальной линии прицела. Отсюда делаем вывод, что при каждом новом выстреле нужно брать во внимание, с какой стороны будет выпущен снаряд, и брать поправку при стрельбе. Насколько нужно делать поправку, давайте посмотрим. Потестировав стрельбу реактивными снарядами РОВ-132, я сделал вывод, что при стрельбе на больших скоростях, которые происходят, как правило, в первом заходе, нужно удерживать горизонтальную линию прицела на уровне ходовой части танка. А из-за особенностей стрельбы с правого или левого крыла, нужно брать на два деления в сторону, к соответствующей стороне выстрела. То есть, первый снаряд идет слева, значит берем две риски слева. Посмотрите на скриншоты момента выстрела на скоростях около 450 км в час. На них видно, что снаряды попадают именно в то место, где находится горизонтальная линия прицела, и неважно, 100 или 200 метров до танка. А как узнать, сколько расстояния до танка без маркера, спросите вы? Посмотрите на скриншот с разными дистанциями до танка. В принципе, запомнить очень просто. Грубо говоря, два деления это 300 метров, три деления это 200 метров, и четыре деления 100 метров. Теперь давайте посмотрим, куда летят снаряды на скоростях 330-350 км в час. Эти скорости более подходящие для штурмовки. Как вы видите на скриншотах, с уменьшением скорости, горизонтальная линия уходит выше, и приходится держать горизонтальную линию на полтора деления выше танка. При этом, всегда нужно держать второе деление по центру танка, так как разброс при стрельбе бывает аж на одно деление правее или левее цели. Поэтому ставим второе деление по центру танка, и выдерживаем горизонтальную линию прицела на полтора деления выше него. Самая эффективная стрельба это, конечно, со 100 метров, так как снаряд прилетает малое расстояние, и не успевает сильно улететь в стороны. Но при наличии леса это, конечно, может быть опасно. Можно не успеть отвернуть и задеть деревья. Поэтому будьте осторожны. 200 метров вполне достаточно, чтобы безопасно атаковать танки. В описании к уроку я выложу ссылки на трек, где я уничтожаю 8 танков 8 залпами, а также видео этого вылета в оригинале. Вы можете внимательно все посмотреть, и думаю, вопросов у вас не возникнет. Итак, с ракетами мы разобрались, сейчас давайте разберемся с бомбами. Как я уже говорил, я не спец по бомбометанию, но после тренировок смог добиться неплохих результатов. Я старался делать заходы под углом 30 градусов, на скоростях около 350 км в час, то есть на скорости, при которой обычно происходит штурмовка. Делал я сброс, когда танк находился между внутренним и внешним кольцом прицела. И из-за задержки нажатия кнопки сброса, сам сброс уже будет сделан на внешнем кольце прицела. Так как время реакции не у всех людей одинаково, это зависит от многих факторов. Поэтому, если ваши бомбы будут перелетать, то значит вы не успеваете, и нужно раньше пытаться сделать сброс. Возможно, когда цель зайдет на внутренний круг, или еще раньше. Давайте я вам покажу сначала все шесть сбросов, а потом покажу на скрешетах моменты сброса, где находится танк на прицеле, и куда попадает бомба. Все сбросы это с одного вылета. Трек и видео вы сможете посмотреть отдельно, если захотите. Я дам ссылки в описании к уроку. При бомбометании нельзя использовать руль направления. Заранее старайтесь точно направлять самолет на цель, потому что если самолет будет наклонен немного на крыло, или вы будете компенсировать снос рулев направления, то бомбы не полетят прямо. Не забывайте об этом. Итак, посмотрите скриншоты всех сбросов. На скриншотах вы видите положение прицела на цели в момент сброса и место попадания бомбы. Все сбросы делались на скорости 340-360 км в час, с углом приблизительно 30 градусов. При этом, конечно же, нужно выставить задержку бомбы 5 секунд. Обязательно. Как вы видите на скриншотах, внешнее кольцо прицела находится постоянно на цели, и бомба ложится или точно в цель, или прямо возле нее. Из этого можно сделать вывод. Выдерживая все вышеизложенные параметры сброса, цель будет поражена в 90% случаях, что и продемонстрировано в данном вылете. Хотя, не взорвавшаяся бомба попала точно в люк танку. Если вы промазали бомбами и ракетами, то танки можно уничтожить пушками. Главное выставить правильно сведение оружия. У меня на Эли сведение стоит 300 метров, и именно с такого расстояния мне удобнее всего стрелять. Если ставить 500, то при таком расстоянии цель слишком далеко, и мне плохо видно ее, не говоря уже о том, что я не вижу куда попадаю. Не забывайте, что самый сильный урон вы наносите тогда, когда снаряды сводятся в одно место, то есть идет стрельба по расстоянию сведения. Пушкой Вя-23 можно уничтожать любой танк, который на данный момент есть у немцев. А пушкой Швак можно лишь уничтожить легкие танки. Что касается защиты на Л-2. На этой модели 1941 года нет заднего стрелка, поэтому вам никто не подскажет, что на вас строится заход. Но со стрелком самолет становится тяжелее и менее маневреннее, поэтому многие предпочитают летать без него на модели 1942 года. Так что тут уже зависит все от вашей прикрышки или ваших действий. Но могу одно сказать точно. Каким бы вы ни были крутым пилотом Л-2, вы все равно будете сбиты опытным пилотом. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока.